Добрый день! Мы находимся в Кастанае, это замечательный город на севере Казахстана. Максим, наш врачайзи-партнер и руководитель здесь. Я считаю, настоящее экономическое чудо за два года совершили, по большому счету. Спасибо, спасибо. Вы у нас один из лучших стартов за всю историю этажей. Спасибо. За два года такие результаты. Мы посмотрим сейчас офис, поговорим с сотрудниками. Максима спросим, как он так добился успехов. Максим поможет, хорошо? Обязательно поможем. Пойдемте. Основной клиентский зал, зона ресепшн. Так, зона здесь у нас представлены... Справляетесь? Справляемся. Я думаю, обязанностей много, да? Достаточно. Все, интересно, ладно. Здесь у нас стенд лучшие риелторы ежемесячно, то есть свершаются у нас по новостройкам, по загороду, по вторичке и лучший топ риелтор. Топ риелтор. Смотрите, как раз сейчас Хагаев-Тамерлан в обоих позициях. И во вторичке, и в лучший риелтор. Так, здесь тоже у вас, я смотрю. Да, это у нас как раз все УТП компании прописаны. У нас один год успешной работы, сделки между регионами. Бейджик это интересно сделан, что это? Да, да, да. Мы прям долго думали по дизайну, по всему остальному. Две комнаты успешных переговоров. Взяли систему называть имени. Учая Муханова Роза. Мы с ней побеседуем сегодня. Сегодня обязательно с ней побеседуем. Да, это один из топ риелторов. Здесь как раз во второй комнате успешных переговоров идет у нас собрание менеджерской. Давайте зайдем посмотрим. Так, здравствуйте. У вас собрание проходит? Да, молодцы, молодцы. И мешок тут тоже красный, да, есть? Да, да, да. Если кто-то сильно устал. Может отдохнуть. Ладно, все, все, спасибо. Так. Это риелторский зал основной, я так понимаю. Сердце нашего офиса. Проходите. Это наш основной риелторский зал. Прям большой open office. Так, ну я уже здесь был, сейчас я тренинг читал, поэтому это тут уже, можно сказать, местный по большому счету. Так, давайте посмотрим. Ну, рассадка такая, достаточно плотная, ну, мне кажется, нормальная. А очень много с ноутбуками, да, я обращаю внимание. Вы специально за стратегию взяли, да, ноутбуки? А с собой можно забирать? С собой нет. Только в офисе. Только в офисе, да. Смотрите, ну понятно, ладно, интересно. Здесь у нас интересная вещь, которую мы придумали, то есть это сердце этажей. Это такая традиция, то есть когда мы вручаем комиссии, наши риелторы кладут сюда какую-то часть комиссии. 1500 тенге и каждый месяц мы делаем благотворительность. Курс в тенге где-то сейчас 1 к 7,7. 7,7 примерно, да. Очень сильно курс рубля подрос, поэтому да. Ну, то есть благотворительность. А куда надо ложить? Да, вот сверху туда. А вот здесь, да? Да, да, да. Все понял. Билочка, то есть ты прям ежемесячно делаешь. Если не секрет, сколько в месяц? В месяц, ну, доходит до 200-300 тысяч. Тенге даже, да? Ну, слушайте, нормально. Да. Так, Алиси, привет. Добрый день. Как дела у тебя? Все хорошо, спасибо. Так, ну ты уже, я так понимаю, относительно недавно работаешь. Мы уже просто общались, так примерно перед этим. Сколько? Три месяца, да, ты говоришь? Три месяца идет. Как успехи? Все хорошо, спасибо. Ну, все нормально. Ну, я знаю, что у тебя пошло дело, что называется. Да, я в первый же месяц вышла на первый задаток. Сделка недавно первая закрылась. Ну, вот две предстоят еще. Ну, все нормально. Да. Верила, нет, успех? Да. Не сомневала, да? Я пришла и знала, что у меня получится. Слушай, ты молодец. До этого в какой сфере работала? Работала до этого дефектологом. С детьми и с особенностями работала, занималась. Тяжело было поменять вот работу? Это же сложное решение, там же обычно ходит что-то. Я думаю, такая функция развита, вот помощи людям там. По детям очень скучала. Думала, что если не я, надо вернуться. Были такие даже моменты, да. Но решила все-таки. Ну, слушай, ну, сложный выбор. Тут даже ничего не могу сказать. Мне кажется, это обе функции важны. Да. Поэтому это, ну, надеюсь, что когда заработаешь много-много денег, вернешься потом, да, и там тоже с большой зарплатой. Ну, уже можно. Особенности, да, что может. Я говорю, уже тут можно помогать больным детям по-другому, финансово. Ну, я вот посмотрел в сердце, это же у вас интересный проект. Так, бросала что-нибудь, нет? Уже да. Уже да. Ну, с первой сделки. Слушай, а у вас это тут обязаловка? Или? Ну, вообще, по желанию, но у нас все стараются. Пока Максим не видит, я это проспрашиваю. Нет, у нас все закидывали. Да, ладно, хорошо. В работе что самое интересное? В работе общение с людьми много нового, новая сфера. Для меня пока все интересно. То есть и рынок изучают. То есть для меня совершенно новое. Я в продажах никогда не работала. То есть мне все интересно. Слушай, все, давай, молодец тебе, удачи. Теперь буду одним глазком следить за твоими успехами. Спасибо большое. Все, давай, молодец. У нас есть еще одна традиция. В нашем офисе это магический предмет, гонг. Он прям вот такой казахстанский, мне кажется. Он казахстанский, но мы заказывали, вообще это тибетский гонг. А, тибетский, да? Это тибетский гонг. У нас вот звук успешной сделки, когда риэлтор делает сделку, он заходит и бьет по гонгу. Я предлагаю вам. Так, и что потом происходит? А вот вы увидите, что происходит автоматически. Давайте. А, все аплодируют, да? То есть весь офис аплодирует, всегда каждая сделка у нас вот так проходит. Все понятно. Супер. Ну и никто на шум не жалуется? Нет, нет, наоборот все аплодируют. Так, ну у вас тут такие лидеры, я так понимаю, да? А давайте вот, к примеру, Баужан Саранович тут. Ну я так понимаю, вы это у вас так, на дорогих специализируетесь объектах, да? Именно на загородных дюжинсах, она у нас в основном идет, как бы, дома-коттеджи, которые относительно дорогостоящие. Вот последняя сделка состоялась буквально вчера, внесли комиссию. 73 миллиона фенге, ну это грубо около 10 миллионов рублей. Ну это, я думаю, неплохо. Это у меня, как бы, ну, идут дачи, земельные участки для строительства. Спрос большой пошел сейчас, как бы, летний сезон, идет на участки, которые требуются для строительства, много квартирных домов. Цены подросли? Да. Как, если вот за год, какие рост цены в Кастанае здесь произошло? Ну вот, после последних событий, вот, когда кризис начался, как бы, от 10 до 20 процентов. Подробно. Ну, сейчас, скорее всего, у нас в России уже цены падают. Ну, у нас, как бы, тоже сейчас проценты. Тоже уже начали, да. Понял. Ну, и именно загородная недвижимость, как бы, она, она спросом пользуется. Но не у всех, не у всех. Чем эта жизнь здесь от других отличается, агентство? Качеством своей работы, конечно, в первую очередь. К нам ведут люди, реально люди звонят. Вот я когда начал работать полтора года на ТТЖ, вот видите, телефон с тысячей контактов, когда началось, ну, как бы, начал себя преподносить, начал выкладывать WhatsApp в статус, ну, объекты, которые, когда люди начинают понимать, и звонят. То есть вы прям даже в статус WhatsApp объекты выкладываете? Да, ну, как, в статус звуки, ну, допустим. Соцсети ведете? Ну, как бы, не очень, но веду. Ну, посмотрите, ну, в основном, у меня, как бы, идет хорошо, как бы, правильно сказать, реферальный трафик. Понял, ладно. Ну, удачи вам в работе. Спасибо большое. Вот, гляжу, что настрой боевой. Я так понимаю. А вообще верили, что так получится, что так успешно все будет? Да, знаете, у меня всегда все получалось. Третью профессию меняю в жизни. Первая какая была? Военная. Тридцать три года выпуска. Да? Сегодня. А, в Яонгле все, это ваша группа, да, выпуска? Да. Прикольно. Классных статей. Добрый девочек. Да? Ну, ладно. Так, ну, ты юрист. Ну, все. Ну, удачи в работе тогда. Будем, это, еще больше сделок. И, чтобы еще и 170 миллионов было, и все, что было. Только единственное, какой-то курс стал большой. Малующе, да, очень. А, кстати. Рубль укрепился неестественно. Вот, кстати, загородное участие, вот видите, земельный участок. 170 миллионов. Вот, которого сейчас сказали. Да. Ну, ладно. Все, спасибо вам большое. И вам спасибо. Я видел, что вы суперлидер. Знаю, что вы, говорят, 26 сделок, да, или сколько? Месяц, да? Месяц. Как так вообще? В сентябрь месяц поставила себе цель, в августе, что закрою 26 сделок. Вообще, планировала 30, но закрыла 26. 6 задатков было переходящих. За счет чего? Я думаю, всем интересно. Давайте у вас немножко, у вас рейс открыт, да, кстати, там. Да. За счет чего? Больше работала с покупателем, продавала на настройке, отрабатывала своих продавцов. И, непосредственно, выводила на задатки, сделки. У меня было 17 покупателей, как помню. Где-то 3-4 было у меня новостроек и остальные продавцы. 5-6 продуктов. То есть я больше работаю на покупателях. Сколько примерно работаете, вот, вы в день, в среднем, так, реально? Я приезжаю в 8 утра, уезжаю в 9-10. Могу делать показы в 11 ночи, приезжать, когда-то пол-12. Для меня нет. Слушайте, какая у вас цель? Ради чего все, столько вот? Цель, ну, как я вот, у меня изначально был мой менеджер Максим Сергеевич, у меня такая большая цель. Мне нужно 10 комнатных квартир, просто в Кустаная. Я их буду сдавать, это будет мой пассивный выход. Слушайте, круто. Прямо с самого начала так сейчас, да? Прямо с самого начала. Я ей уже экономически рассказал, что эти деньги лучше вложить и перепродавать. Но пока еще, пока работаю. Ну, сейчас у меня такая цель. Так, а работать-то будете, когда 10 квартир будет? Конечно, буду работать. Все. Это зеваться. Я думаю, вы поэтому решили переубеждать. Конечно, конечно. Ну, сейчас у меня такая тоже большая цель, там, за 2-3 месяца взять себе машину. У меня есть автомобиль, который я заработала здесь через 8 месяцев. Я хочу прям новую соло. Так, у вас красный стул, да? Да. Это подарок. Отдельно. Ни у кого такого стула нет. А какие еще привилегии есть у супертопового риэлтора? Что еще? Ну, красный цвет не скажу, я всегда везде зеленый. Не, ну вот, что еще вот такого преимущества? Ну, я, знаете, прям не говорю, что вот я топовый риэлтор. Я работаю, как я даже сейчас менеджером стала. Для меня я вот как была раньше риэлтор, у меня такой человек и остался. Ну, то есть, все, ничего не поменялось, да? Ничего не. Хотя уровень дохода существенно повысился. Ну, да, для меня доход должен быть 2-3 миллиона в месяц. Слушайте, а как вообще вот, на предыдущей работе меньше получали, правильно я понимаю? Около 100. Да, а как вообще вот переходит вот это вот, не сказалось на вас, что вы так в доходе увеличились? Нет. Я даже когда изначально пришла, у меня как была встреча с руководителем, с Андреем, и он у меня спросил, сколько ты хочешь зарабатывать минимум? Я говорю, мне нужно минимум уже сейчас зарабатывать 500 тысяч. Тенге? Да. И на второй месяц я вышла на 500 тысяч. Подожди, 100 тысяч тенге это была зарплата? Ранее была зарплата. А в месяц? Да, в месяц. Я работала 15 дней работала, а 15 отдыхала. То есть это же очень мало. Это очень мало. А когда я пришла сюда, я просто увидела, я начинала с нуля в недвижимости, никогда не работала. И у меня была цель на второй месяц выйдет. И я это сделала. Слушайте, у меня вот, наверное, последний вопрос. Я так понимаю, все-таки трудности тоже бывают в работе? Что вот видно, что стержень мощного, что вам помогает преодолевать вот эти вот упадки настроения? Я уверен, что они бывают, да? Да, у меня сильная мотивация, это мои дети. Ради детей, я, даже их будущее, все в моих руках. Где учиться будут, это только зависит от меня. Слушайте, круто. Слушайте, вы молодец. Давайте вам руку пожму. Все, очень крутой результат. А у нас на экране, получается, это рейтинг. Да, выведен рейтинг лучшие риэлторы, топы и лучшие группы. И мы его немного стилизовали. Есть знаменитый фильм «Неудержимый». То есть здесь лица всех наших менеджеров уже подставлены. Которые круто сделаны. Да, вот оно прям прикольное. И они все смотрят. И это обновляется постоянно? Это обновляется ежедневно. Нет, фотография, то есть это чисто менеджеры. А именно уже рейтинг, он обновляется ежедневно. Кто-то сделал, закрыл сделку и, то есть, меняется. И они прям все хотят попасть сюда. Круто, молодцы. Так, ну давайте посмотрим. Здесь у нас находится ипотечный блок. Здесь наши HR-специалисты. И маркетинг представлен нашей компанией. Наши прекрасные, замечательные девушки. Вы девушек специально красивых подбираете. Обязательно. Это у вас, я понял, принципиальный момент такой. Во-первых, говорят, вторичка 19%. Это правда сейчас? Вы знаете, на сегодняшний день, исходя из того, что ключевая ставка наша не была, к сожалению, так понижена, как ваша. У нас действительно рынок ипотеки говорит о том, что 16, некоторые банки 19%. 19%. Берут, нет, по этим ставкам? Берут. У нас есть очень интересный банк. Он квази-государственный. Такой, знаете, сектор особого кредитования. И у нас вот именно доля удельного вообще кредитования в целом именно через этот банк. Но по новостройкам, говорят, ниже ставка, да? Есть. Вплоть до 7%. До 7%. И вот как раз-таки на вторичный рынок по вот этой программе от 7 до 8,5. Ну, говорят, сложно взять. 50% первоначального взнос. А, 50 ПВ, да. Какие? Для того, чтобы вот самый вот этот желанный займ оформить, можно иметь 50% стоимости жилья. Нужно иметь минимальный оценочный показатель. Он зависит от того, как вы накапливали на депозите вот эти 50%. А, то есть мало их иметь, надо правильно их иметь. А можно поподробнее, как это? Вот. И получается вот эти три показателя, 50%, оценочный показатель, то есть количество... А кто определяет? Банк. Там большая система депозитарная, очень интересная. Да вы что? Ничего себе. И срок депозита 3 года. Ну, если, например... В смысле срок депозита 3 года? Вот 3 года вы должны копить. А, то есть это гибрид жилищного кооператива получается и ипотечного кредитования, да? Но все это под маркой государства, грубо говоря. С государственным участием. Слушай, тебе интересно. Очень интересно. И это самая выгодная ипотека, которая сейчас есть. А вот с рынка, хорошо, с рынка мы, допустим, если клиент решит... То есть это реально 16 в лучшем случае на сегодня. А реально даже 18, да, скорее всего? Не для зарплатных проектов там есть, конечно. Вот расскажите, три последних клиента под какие ставки оформляли? Кто может рассказать? 60% почти именно этот банк кредитуется. Ну, то есть все-таки под 8,5, да, идет все там, грубо? Да, с 8,5. Понял, интересно. Можно у девочек спросить по клиенту последнего. Буквально сейчас консультировали. Да, нет, я видел, у вас там клиентов хватает. Я вот с утра, когда был, все это... Хорошо, ну и вот, получается, июнь месяц закрыли, девочки втроем, 514 клиентов проконсультировали. Втроем 514? Да. Ничего себе. Получается 171 клиент на человека, да, получается? Не рассказывайте, что сейчас нагрузка слишком высокая по стандартам. Не надо, нормально все идет. Ну, давайте мы спросим у них тогда, нормально ли у них там идет нагрузка. Так, кто готов рассказать? Ой, я не хочу точно брать. Давай, давай рассказывать, я думаю, у тебя получится. Слушай, ну, последние клиенты покажи. Последние клиенты... Да, ну, три последних клиента, как вообще, какая ставка примерно? Ну, последние... По вторичке давай там посмотришь. Потому что вы в рейсе так быстро работаете, да? По вторичке, по банку центру с кредитами, где годовая ставка 16%. Да, какая ставка реальная? 16%. 16, да? Если срок кредитования 10 лет. Если максимально, то ставка уже будет возрастать. А на сколько возрастает, если на... На полтора процента. На полтора, да, то есть 17,5. Ну, соответственно, это пока что более-менее актуальная программа для тех, кто желает купить квартиру с первоначальным бизнесом минимальным 20%. Если же есть больше, то мы ориентируем их уже на другой банк, где нужно будет 50% вносить, чтобы более-менее удобный и выгодный процент. А какой процент одобрения примерно здесь в среднем? Ну, смотря в каком банке. Ну, вот по последнему, допустим, по этому. У БЦК. Да, БЦК. Да, БЦК. Ну, то есть нормально одобряет, да? Ну, вполне, опять-таки, бывает такое, когда клиент звучит заплату одну, там, условно, 300 тысяч деньги, по факту приезжают, мы смотрим пенсионку, и их отчисление налоги потом выходит меньше. То есть здесь уже по личных статусам понимают, что клиент уже, ну, особо не так реальный, как будут по телефону. Слушай, спасибо, интересно. Не, ну, 170 на человека, слушайте, как вы тут на работе ночуете, что ли? Сказали? Ну, по факту, во сколько вот домой, вот ты, допустим, уходишь в среднем? Ну, в 6 вечера. А, то есть все нормально, успеваете, да? Слушайте, нам это сети урок, что называется. У нас утверждают, что 140, и все, и невозможно, детскать, больше. Ну, у нас зачастую бывает такое, когда в нашем здании есть, условно, где пообедать, поэтому мы свою обед, грубо говоря, проводим здесь. Поэтому у нас есть запасы, условно, минут 40, чтобы как раз так принести время, а с клиентом... Слушай, молодцы вообще, молодцы, прям просто молодцы. Замечательно. Все, спасибо, давайте вам... Просто супер. Сейчас надо нам это... Нормативы поднимать, я чувствую. Да, да, да. Позвонятся, тебе надо, что сделаем. Да, 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 да. Так, ну и здесь у нас небольшая... Здесь что, а кухня? Столовка, да. Половая. Ну, такая, нормальная. Стол, овальный кабинет. Да, 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 да. Здесь вот как раз... Тоже мотиватор у вас, да? Да, чтобы, то есть... Жизнь к лучшему. Угу. Чтобы как раз принимали пищу и заряжались. Меняли жизнь к лучшему. Классно сделали. Молодцы. Так, ну и... Тайвина, какой кабинет еще посмотрим? Да, он как раз рядом. У меня этот... Не открытая дверь, но прозрачная. Но прозрачная. Прозрачная, да. Ну, тут... Тут это, знаете... Пытались сказать, что нам ничего не надо. Это наше казахстанское гостеприимство. Мы по-другому никак не можем. Поэтому, ну, стандартно. То есть, вот баурсаки, так что... Баурсаки, да, спасибо. Я вот этих чуть одну съел, по-моему, и все. Да. Все нормально. Ну, вот у вас тоже, интересно, коврик в виде доллара. Сейчас книги подпишу сотрудникам. Книги, да. Прямо пишем обязательно. А Андрей где сидит? Андрей сейчас... Мы раньше вместе сидели в кабинете. Сейчас, когда другие города уже начали открываться... Он уже больше... Он уже больше, да, по тем городам. Два врачазе партнера просто здесь? Да. У нас на третьем этаже есть кабинетик, где... То есть, отдельно уже можем собираться. А, все понятно. Там тоже... Он большой, нет? Сколько там квадратов? Да, такой же. Такой же. Ну, то есть, все там так же. У нас на четвертом этаже еще конференц-зал, который мы сейчас попозже посмотрим, где уже проходит обучение, различные, ну, то есть, собрания там менеджеров. То есть, и там на... Почему выбрали это здание, то есть, как большой бизнес-центр, что можно расширяться? У нас было три переезда за последнее время. И то есть, все переезды были с тем, что у нас просто не хватало места. Максим, ожидали нет такого успеха? Ну, явный успех, там, что скрывать? Вообще верили? Кстати, я сразу сказал, у вас конкретно получится. Вот когда только это, серьезно, потому что, Андрей, что ты, ну, очень сильный. И приятно, что вот прошло два года, чуть больше, по-моему, да? Два с половиной. Два с половиной. У нас сегодня, как раз, извиняюсь, перебью, как считаю, один год. А, да, то есть вы... Сколько у вас офисов вы вот открыли уже? У нас три открытые. Три открытые? И четвертые. Все, и вот такие результаты, ну, это, слушайте, фантастика. Спасибо. То есть, слушайте, это очень так приятно. И мне вот как руководителю сети, ну, честно скажу, не зря работаем, значит, если там это... Ну, при поддержке центрального офиса, когда мы открывали Кустанай, вот вы спрашиваете, ожидали ли мы историю, я говорю, когда мы начинали, то есть, саму сферу недвижимости, то есть у нас представление было с Андреем, что мы вдвоем бизнес-центр, еще, то есть кто-нибудь, девчонки, и будем продавать или нет, честно. Не парни главные. Ну, да. То есть это. И потом просто, когда первый раз побывали в офисе этажей, Андрей первый раз побывал отдельно сначала, я потом сразу в Тюмень поехал. И то есть вот эти масштабы, то есть вот я помню, прямо Андрей говорил. Кстати, там это, ага. Да, видите, то есть автоматически всех лопают. Да, всех лопают. И то есть все, это другой масштаб, другое мышление сразу, что то есть надо объемно заходить на рынок, и мы это сделали в Кустана, и теперь уже это делаем в других городах. И получается. Все круто. Руку пожму. Спасибо. И Андрей, и Максим тебе тоже. Потому что это. Еще хотел показать конференц-зал. Конференц-зал, где у нас проходят обучение, и у нас проходят планерки. В общем, мы здесь растем. Так, здесь круто. Это перед этим тут был, я так помню, департамент предпринимательства, так примерно, да? Да, да, да. Это что-то типа такого. Развитие предпринимательства. Да, поэтому столом, как вроде немножко в не нашей культуре такое сделано, но удобно, а если удобно, у нас в принципе культура говорит, зачем деньги тратить, надо использовать, да и все. Сейчас с менедженским составом встречу проведем небольшую, и потом уже еще там обед у нас, да, с сотрудниками, с топ-сотрудниками, и потом поедем. Вот поэтому мне Кастанай очень понравился, и город, и офис, замечательные люди. Я теперь понял, какая здесь культура, за счет чего результаты достигнуты. Поэтому, во-первых, все сети советую сюда съездить, особенно вот города, население Кастана, по-моему, больше 250 где-то тысяч, правильно я примерно там понимаю? Города, да. Вот, и всем вот подобным городам с таким населением советую сюда съездить, посмотреть, как бизнес организован. Очень много хороших инструментов. Ну и самое главное, здесь замечательные люди, мне кажется, вот это главный успех. Все, большое спасибо, удачи! Спасибо. Спасибо.